Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю продолжить разговор о Пригожинском мятеже, который, как бы неудавшимся мятеже, который состоялся на выходные, поговорить о реакции молдавских политиков на этот мятеж, вернее отсутствие молдавских политиков с левого фланга на этот мятеж, вообще никакой реакции, никакой поддержки Путину они не выразили в этом случае, и поговорить о, скажем, надвигающемся, приближающемся саммите НАТО в Вильнюсе, что Молдове ждать от этого саммита НАТО в Вильнюсе и о процессе денонсации различных договоров в рамках Содружества независимых государств. Об этом я предлагаю поговорить с нашим гостем, депутатом парламента Республики Молдова УАЗу Нантое. Господин Нантое, приветствую вас. Здравствуйте, Михаил. Господин Нантое, что, с вашей точки зрения, произошло в России на эти выходные? Этот пригожинский мятеж против Путина, что это было? Это была попытка мятежа или какая-то многоходовочка? Как вы это оцените? Интернет полон комментариев и комментируют в основном люди, которые мало что знают или ничего не знают о происходящем внутри пирамиды власти, созданной Путиным. И, соответственно, люди пытаются домыслить ситуацию, исходя из своего жизненного опыта или из своей начитанности. Я тоже хотел бы понять, что происходит в России, потому что это напрямую задевает и нас. Я исхожу из таких некоторых основных предположений. Первое. Путин – это лжец, Пригожин – это лжец, ну и Лукашенко тоже лжец. Почему Путин – лжец? Ну, не говоря уже о том, что по нему плачет гаагский трибунал, а Путин сам признался, что так называемая частная военная компания «Вагнер» оказывается на полном содержании государства российского и привел достаточно впечатлительные цифры, там 86 миллиардов рублей за один год и не только, и так далее, и так далее. То есть Путин признался в собственной лжи. И когда всем было понятно, что ЧВК «Вагнер» – это было создано именно для того, чтобы обтяпывать грязные делишки за пределами России в интересах путинского режима. Африка, Сирия, да? Да, безусловно. Пригожин, конечно, лжец. Здесь надо помнить его криминальную биографию, когда он тупо сидел в тюрьме за грабеж и так далее. Здесь надо вспомнить, как он поднялся, попавший в услужение Путина и получил прозвище «повар Путина». Но здесь еще важно помнить, какие преступления совершали его наемники. И достаточно, так сказать, вспомнить разборки с кувалдами, как символ отношения к человеческой жизни и так далее. И эти преступления совершались и на территории Украины. И не следует забывать, что тот же Пригожин набирал заключенных в России и цинично использовал их в качестве пушечного мяса для того, чтобы усилить свои позиции в противостоянии там с Шойгу и с Герасимом. То есть это человек, который преступник. И вдруг он озаботился наличием коррупции в Министерстве обороны. Вдруг он озаботился, что генералы некомпетентны. И я понял месседж Пригожина следующим образом. Владимир Путин, твой фашизм одрехлел, твой фашизм коррумпирован, а вот я представляю тот настоящий кровожадный фашизм, который пойдет до конца. Ну, а батька Лукашенко, так его и упоминать не стоит, по той простой причине, что еще 7 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы, и международное сообщество не признало результаты этих выборов. То есть Лукашенко — это самозванец и диктатор, который торгует суверенитетом Белоруссии для того, чтобы решить свои личные проблемы. По-другому это трудно понять. Но в то же время, когда мы смотрим на этот триумвират лжецов, для меня, вернее всего, не то что понятно, но мне кажется, что даже если отбросить теорию с наличием двойников у Путина и так далее, мне кажется, что Путин реально напугает. Во-первых, Путин лжет еще тогда, когда выражает благодарность, что единодушные поддержки якобы политические партии, якобы общественные организации, якобы конфессии поддержали конституционный строй. Все это ложь. Потому что когда мы видим реакцию рядовых людей в Ростове на появление ЧВК «Вагнер», там никакой агрессии не было. Там, скорее всего, была симпатия. И я так думаю, что многие из тех, которые общались с вагнеровцами, разделяли некоторые посылы Пригожина, потому что он адресовал их не Путину, он адресовал их российской общественности, которая понимает и уровень коррупции, и уровень некомпетенции, и начинает понимать ту цену, которую российское общество вынуждено платить за путинскую авантюру. У нас кадры вот здесь показывают, как встречали этого самого Пригожина. Но Путин после мятежа выдал цифры, якобы соцопроса, 96% поддержки Путина. Как вы это оцениваете? Я так помню времена Чаушеску, чтобы не вспоминать Гитлера. Там тоже было все хорошо с цифрами. Поэтому любой авторитарный режим с такой расистской идеологией, он жонглирует этими цифрами для того, чтобы оправдать свое существование и пытаться консолидировать иллюзию, что Путин непоколебим, режим непоколебим. Но в то же время я считаю, что тот очевидный путинский испуг говорит в пользу того, что за Пригожиным стояли достаточно влиятельные группировки, которые хотели достичь своей цели через этот переворот. Нет, речь не шла о свержении Путина. А речь, наверное, шла о том, чтобы оставить Путина в качестве куклы, а самому, так сказать, дорваться и до денег, и до власти. Но это только предположение. Но я все-таки склонен считать, что режим понес сильный репутационный ущерб даже внутри России. И правду мы узнаем только тогда, когда этот режим потерпит военно-политическое поражение на фронте в Украине. Ситуация сложная, ситуация драматическая. Путин готов использовать, идти до последнего россияния для того, чтобы защитить себя и свою, так сказать, бесчеловечную позицию. Но я повторяю, это удар по режиму. Но не следует быть романтиками и ожидать, что режим рухнет в одночасье. Ну хорошо, а вот, скажем, если говорить, что это каким-то образом подорвало доверие, допустим, как это может проявиться? Или это, скажем так, подготовка к следующему реальному мятежу? Как вы думаете? Это может быть, скажем так, подготовкой? И, допустим, через полгода это может повториться или через год? Если мы вспомним историю путинского режима, то после какой-то фазы, связанной с экономическим ростом, с тем, что проводилась политика, мы вам даем возможность обогащаться, вы не лезьте в дела власти, путинский режим пошел по пути закручивания гаек. Я не буду говорить уже о том, что он сотворил с оппозицией, как это, Росгвардия Золотова или как его? Да, Золотов, да. Интеллектуала. Цифра там какого-то года дает, что в Росгвардии 340 тысяч человек. Представляете себе на минуточку, да? И после последних событий Золотов заявил, что Росгвардия получит тяжелые вооружения, танки и не знаю, что-то там еще. То есть путинский режим отчаянно пытается залатать дыры не только в своем имидже, но и в силовых структурах, окружить себя преданными людьми, потому что, я повторяю, по моему личному мнению, Путин был напуган. И этот испуг был связан не только с демаршами Пригожина, а с тем, что Путин наконец узнал, что за Пригожиным стоят и другие. И, конечно, здесь забавно наблюдать, как, с одной стороны, некто Суровикин с кличкой «сирийский мясник» вроде бы мягко так осудил Пригожина, а потом в «Нью-Йорк Таймс» появляется информация, что якобы Суровикин был в курсе этого заговора. И тогда, опять же, возникает вопрос для Путина, в первую очередь, который выходец из КГБ, даже если он там был заурядным неудачником. Где те всемогущие российские спецслужбы? Почему они не доложили Путину, что зреет внутри этих структур власти, и что скрывается за таким поведением Пригожина? Поэтому удар по имиджу режима есть. Совершенно очевидно, что режим будет закручивать гайки. Он ничего другого не умеет в отчаянных попытках консолидировать свои позиции. Но развитие ситуации я не склонен ожидать каких-то романтических дворцовых переворотов, потому что там все преступники и воры. Но все зависит от развития ситуации на линии фронта. Только военно-политическое поражение путинского режима может привести и к падению этого режима, и к изменению ситуации в позитивную сторону вообще на евразийском континенте. Ну да. Ну это поражение окончательно, я так понимаю, полное освобождение территории Украины от российских войск. Когда мы говорим поражение, то я наблюдаю, мне кажется, есть следующая ситуация. Путин отчаянно ищет возможность продать что-то своим согражданам в качестве победы. И у него не получается. Потому что украинцы не согласны ни на какой торг. Украинцы, пусть и с огромным трудом, но ведут контрнаступление. И у Путина нет на руках никаких козырей. И мне кажется, речь идет о поражении. Когда я говорю о поражении, это в первую очередь, когда путинский режим вынужден будет признать перед своими согражданами, что все эти чудовищные жертвы, чудовищные преступления против Украины, международной изоляции России и лишение будущего российского государства и ее граждан, это были напрасной жертвой в угоду этим совершенно сумасшедшим путинским планам. И вот это следует воспринимать, по-моему, как поражение. Независимо от того, сколько там километров, квадратных километров украинской земли окажется временно еще под контролем России. Господин Антонович, реакция, вернее ее отсутствие молдавских политиков с левого фланга, как вы это оцениваете? Они не высказались в поддержку Путина? Они не во время путча, не после него ничего не сказали? Такое ощущение, что ничего не произошло? Вы мне напомнили путь августа 1991 года, когда на левом берегу Днестрала что-то пытались чирикнуть, а потом заглохли, что не знали, чем все закончится. И, соответственно, не следует ожидать от наших, вы назвали их левые политики, они не левые, они антигосударственные. Потому что левые, это есть там, где есть нормальные страны, нормальный политический спектр, там есть правые, левые и так далее. У нас это люди на молдавском, нерумынском языке, их элегантно называют кулекарь. Кулекарь. Да, да. Кулечники. Кулечники. Так, кулечники. Поэтому они заняли выжидательную позицию. Они понимают, что Путин проиграл, если вспомнить его изначальные фюрерские планы после 24 февраля. Не говоря уже о том, что объявило Министерство иностранных дел России 15 декабря 2021 года, те нелепые ультиматумы, адресованные Соединенным Штатами НАТО. Путин проиграл, но и поэтому они ведут себя более аккуратно и заняли выжидательную позицию. И, соответственно, не поторопились с поддержкой конституционного строя Российской Федерации. А может быть такое, что они пошли там, не знаю, уже искать какие-то альтернативные источники финансирования в самой Российской Федерации? – Дело в том, что Россия, конечно, это огромная страна, и мы много слышали про разные башни кремлевские. Но в данном случае, среди этих башен, если искать, то есть, очевидно, круг лиц, которые разделяют эту фашистскую идеологию, русский мир, и которые поддерживают идею восстановления империи, не знаю чего. Вот этот круг лиц может предоставить финансирование и там какую-то поддержку. Поэтому этот круг лиц до сих пор символизировал сам Владимир Владимирович Путин. Да, это не Мишустин, это не Собянин, я не буду там напрягать память, но Путин является символом этой фашистской идеологии, этой захватнической преступной войны. Поэтому я не думаю, что они способны на поиск там, тем более, что это рискованно для них самих же. Если Путин узнает и устоит на какое-то время, он их вычеркнет с ними с удовольствием. А зачем Лукашенко и Вагнер? Или он просто вынужден был его предпринять? Здесь я уже, так сказать, мне трудно комментировать, потому что в интернете появились интервью с Лукашенко, по-моему, 18-го года, где он рассказывает про Женю, с которым у него очень хорошие отношения. Ну да, с Гордоном, с Дмитрием Гордоном он предпринял. Да, 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 что то бутылку вина, то не знаю что. И он утверждает, что якобы ему позвонил Путин, что так сказать, и что Путин сказал ему, что принято решение мочить Пригожина. И что тут якобы Лукашенко проявил свои дипломатические способности, разговаривая полчаса на матерном языке с Пригожиным. И, в общем-то, убедил и Путина, и Пригожина разрулить ситуацию и не доводить до силового сценария. Хотя, давайте вообразим себе, пусть там было бы всего лишь 8 тысяч вооруженных людей, но там же была и ПВО, потому что пригожинцы сбили самолет Ил-22, летающий командный пункт, несколько вертолетов, рядные люди погибли. Да, военнослужащие России, да. И я хотел бы видеть, как бы выглядело физическое, реальное столкновение тех, которые защищали бы Путина с вагнеровцем. Но, по-любому, ущерба для режима, имиджевый, был бы намного больше, мне кажется. Да, то есть это уже окончательно показало бы, что там нет вообще никому защищать страну изнутри, по большому счету. Да, потому что появился сразу анекдот, что до 24 февраля все знали, что российская армия вторая в мире, после 24 февраля вторая в Украине, а после 26 июня она вторая в России. Ну да, интересно, да. Нет, здесь, как говорится, и смех, и грех. Но очевидно, что сам Путин стоял перед очень непростым выбором и с утратой лица. Но он вынужден был пойти на этот компромисс. Но в то же время в интернете полно экспертов, которые считают, что... Ну, это очевидно, что Путин не прощает и что пригожено уберут, если не сегодня, так через какой-то отрезок времени. Но здесь, опять же, возникает вопрос. Если такой попытка переворота случилась, так и, вернее всего, насчет возможности самого Путина выжить и расправляться с такими, как Пригожи. Господин, осталось немножко времени. Что нам ждать от саммита в Вильнюсе для Молдовы? От саммита в Вильнюсе для Молдовы я жду, в первую очередь, это максимально возможную поддержку политическую, военно-техническую для Украины. Потому что я гражданин Молдовы, но у меня нет иллюзий на предмет нашей возможности защищаться в случае, как говорится, не дай бог, если российская армия прорвет фронт и пойдет по югу и дойдет до республики Молдова. Поэтому нас защищает Украина. То, что нам оказывает поддержку, вот, оказывается, у нас появятся радары и так далее, это еще далеко не означает, что у нас в одночасье появится национальная армия, способная противостоять агрессии такой страны, как Россия. Потому что я не вижу другой страны, которая предоставляла для нас непосредственную угрозу. Напоминаю на минуточку, что только Россия является той страной, которая грубо попирает и наш суверенитет, и территориальную целостность, и статус нашего односторонне провозглашенного нейтралитета, незаконно содержа свои войска на территории Молдовы. Вокруг парламентского большинства много волн в связи, что вот, 9 мая, 9 мая, святой праздник. А давайте вспомним, а что было 9 мая 2016 года на территории Республики Молдова? 9 мая 2016 года в Тирасполе состоялся совместный парад оккупационных российских войск и незаконных воинских формирований антиконституционного режима. Вот что состоялось. Нет, у нас некоторые сограждане предпочитают не видеть этого, но от этого не уменьшается угроза нашей государственности. Поэтому саммит НАТО, это в первую очередь должен оказать военно-техническую и политическую поддержку Украины, потому что Украина нас защищает. И, соответственно, саммит НАТО открыт, вернее всего, НАТО открыто для партнерства Республики Молдовой в той мере, в которой мы готовы ассимилировать эту поддержку. Но я не отказываюсь от идей, что нужно, в нашем обществе нужны дебаты, аргументированные дебаты, как нам обеспечить свою безопасность. Небезопасность Вашингтона, небезопасность Киева или Стамбула. Свою безопасность как нам обеспечить. И, на мой взгляд, если напрячь немножко мозги, выход только один. Коллективная система безопасности, и этой коллективной системой безопасности является НАТО. И я еще раз напоминаю свою личную точку зрения, что если бы в 2004 году прибалтийские государства не вступили бы в НАТО, сейчас они бы не существовали. Потому что путинский режим начал бы с них. Согласен. Господин, очень коротко, если можно, вот выход из соглашения СНГ. Вот сегодня опять была перепалка премьер-министра Ирины Влах. Ирина Влах против выхода из СНГ. Вообще, что нам дает эта СНГ? И нужно ли нам вообще там оставаться? Для начала скажите, пожалуйста, кто такая Ирина Влах? Ну, это уходящая башка. Пока еще шлем правительства. Я даже не помнить ее не хочу. И тем более я не могу вспомнить, сколько у нее лиц. Оставим у нее в покое ее гардероб, но сколько политических лиц у нее, по-моему, эта цифра зашкаливает. Что до СНГ? Ну что, я забыл это выражение, что что-то там без любви, разлука будет без печали. На русском языке есть какое-то выражение. СНГ это мертвая структура. Мертвая. Вначале она появилась как союз бывших секретарей местных компартий, которые не знали делать что с суверенитетом, на который на них, и независимостью, которая на них свалилась. Потом появились имперские иллюзии России, которые пытались это СНГ переделать в таможенный союз, в Евразес. Но внутри СНГ была агрессия против Грузии в 2008 год. Внутри СНГ, вспомним Карабахский конфликт и его эволюцию. И оказывается, что внутри СНГ не работает даже соглашение о зоне свободной торговли, которое в свое время подписал, по-моему, Влад Филат, бывший премьер-министр республики Молдова. То есть внутри СНГ не работает ничего. Это мертвый проект. И то, что республика Молдова, скажем так, отползает потихоньку, это относится к политическому символизму. А тот факт, что часть наших сограждан живет в России, то, во-первых, согласно российской же статистике, количество граждан республики Молдова, проживающих в России на протяжении последних лет, резко уменьшилось. А во-вторых, наши граждане, которые живут на территории России, продолжают жить после 24 февраля 2022 года, должны осознать свою ответственность за тот факт, что они продолжают находиться на территории страны-агрессора, которая ведет преступную войну против Украины. И не только. И гибридную войну против республики Молдова. Ответственность, конечно, в итоге должен нести сам каждый человек, принявший решение. Господин Антой, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо. Все хорошо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok